Оскароносная Вивиан Робинсон носит на себе не только статуэтки, но и кусочки красных ковровых дорожек. Ими ее одаривали декораторы кинопремии. С 2007 года я слежу за тем, как идут приготовления к Оскару на бульваре. И с тех пор я стала создавать свой оскаровский костюм. Но в этом году, похоже, Вивиан осталась без заветного лоскутка. Вместо праздничных убранств на неделе предшествующей церемонии перед ней пристал опустевший из-за пандемии бульвар. Я в шоке. Никаких декораций нет. Для голливудского бульвара неделя Оскара самая важная в году. Надев свои самые пышные декорации, олея звезд блистает перед туристами и позирует мировым изданием. Но в этом году Голливуд остался без своей главной церемонии. Она переехала. Чемодан, вокзал. И Оскар в 2021 году оказался на станции Юнион. Открытый в 1939 году Юнион Стейшн считается самой крупной железнодорожной развязкой на западном побережье США. Это и метро, и вокзал, и автобусная станция. В допандемийные времена вокзал обслуживал до 200 тысяч пассажиров ежедневно. То, что Оскар отдали этой станции, хоть и странно, в городе достаточно других просторных и открытых площадок, не являющихся такими жизненно важными, как вокзал, но в то же время ожидаемо. Роскошные убранства, расписные потолки и плитки, да и кино тут снимают около ста дней в году. Станция Юнион сама по себе суперзвезда. В фильме «Поймай меня, если сможешь» Стивен Спилберг перевоплотил вокзал в Банк Майами. В «Темном рыцаре возрождения легенды» вокзал играл роль суда. «Бегущий по лезвию», «Перл-Харбор», всего тут было отснято более 150 фильмов. И вот теперь 93-я церемония вручения премии «Оскар» вместо привычного кинотеатра «Долби» пройдет в этом зале ожидания. «Когда 8 лет назад я занял свой пост управляющего станции, я сказал, однажды мы проведем тут и «Оскар». И знаете что? Моя мечта сбылась, так и происходит. Недавно меня спросили, вот у вас даже «Оскар» проведут, дальше что? Ну вот, что может быть круче? А я ответил, ну, видимо, инаугурация президента США в 2024-м». Планку тут поднимают высоко, правда, до выборов пока далеко. Управляющая вокзалом компания обещает, на пассажирах подготовка к главному кинособытию года не отразится. «Станция работает в обычном режиме. Метро, поезда, автобусы – все следует по графику. Организаторы делают все, чтобы свести на нет любые неудобства для пассажиров». Выборки на Академии, правда, одобряют не все жители города. Кто-то считает, что лоск голливудских звезд, подъезжающих на лимузинах к станции, которой пользуются, как правило, люди небогатые, будто насмешка, мол, блеск и нищета, да еще и во время пандемии. «Не лучший выбор. Там много бездомных вокруг. Голливуд – это место Оскара. Он принадлежит Голливуду, мекке развлечений». Часть церемонии Голливуду все же достанется. В кинотеатре «Долби» пройдут выступления звезд, правда, перед пустым залом. Номинанты же отправятся на вокзал в надежде получить свой счастливый билет. Точнее, Оскар. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.